Слава Господу! Благословенно имя Господне! Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Знаете, меняется время, события, люди, все это меняется. Но наш Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда я говорю, что меняется время, события и люди, я знаю, о чем я говорю. Но я благодарю Бога, что везде, во всякое время, призывающие имя Господне, находили у него покой. Аллилуйя! И мы сегодня пришли на это место. Не просто пришли, чтобы увидеть лицо друг друга. Может и это полезно, увидеть, пообщаться, узнать, попереживать, посочувствовать. Но мне кажется, что сегодня должна другая цель быть. Увидеть лицо Господа. Аллилуйя! Соприкоснуться с Ним, соприкоснуться с Его любовью. И открыть Ему сердце свое. И дать возможность Духу Святому, чтобы Он изменил нас. Знаете, как печально, когда видишь и наблюдаешь за человеком, который 10, 15, 20 лет в Господе, и смотришь, а Он посещает церковь, ходит, молится, поет, но жизнь Его не изменилась. Понимаете? Неужели Бог хочет, чтобы мы постоянно были младенцами? Нет! Он хочет, чтобы мы возрастали из веры в веру. Обновлялись, утверждались, укреплялись. Аллилуйя! И поэтому Господь послал нам Духа Святого как утешителя, как наставника, как учителя, который откроет и написано, обличит мир во грехе. Милые мои, это наша обязанность. Дать Духу Святому через нас обличить этот мир во грехе. Мы скажем, как? Да вот этот и вопрос. Как? Если в нас есть грех, мы не обличим мир во грехе. Если в нас есть изъян, который может указать на мир, и Он говорит, вам этого нельзя, то мы не обличим этот мир во грехе. Иисус Христос, ходя по этой земле, между народом и среди учеников, Он сказал о себе. Мне так понравились Его слова, милые мои. Говорит, вот идет князь мира этого. Да, Он идет. Мир – это Его мир. Он князь этого мира. Порабощенные именно тварь добровольно покорилась Ему. Да. Но Христос сказал нечто, что касается тебя и меня, в котором есть Дух Божий. Говорит, но во мне Он не имеет ничего. Аллилуйя. Ты будешь победителем. Ты будешь ходить по этому миру и провозглашать правду Господа, и возвещать Его совершенство. В том случае, когда в тебе дьявол не найдет ни одной зацепки. Он не будет, не будет ему чем доставать тебя. И не будет именно того рычага, которым он может тормозить твою жизнь. А для этого Иисус Христос предлагает нам нечто. Давайте я перед молитвой почитаю. Иван Леотиоан. Я люблю это место читать. Я когда прежняя моя была проповедь о том, что Христос удивил этими словами многих людей. Даже воины не могли арестовать, которые послали именно храмовую стражу, чтобы арестовать Иисуса Христа. Они пришли, не взявшие Иисуса и развели руками и говорят, так никогда человек так не говорил. Это слово их даже коснулось. Что же Иисус Христос сказал? Послушайте. Значит, 37, 38, 39 стих это будет 7 глава Иоанна. Кто пишет, можете записать, может и запомните. Смотрите. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Аллилуйя. Послушайте. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой. Это сказал Он о Духе, который имели принять верующим Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Слава Господу. Христос, как бы, сказал наперед, что именно будет это, но Он сказал, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Аллилуйя. Разве жаждущего Бог не напоит? Разве ищущего Бог не откроется? Разве стучащему не открывается дверь? И тот, кто ищет, то всегда находит. Аллилуйя. Вы знаете, река воды живой, это то, что идет изнутри. Есть реки, два типа рек. Вы знаете, в нашей географии, именно когда, у нас есть два типа рек. Река, которая имеет источник, и река, которая питается талыми снегами, горные реки. Так вот, я хочу просить в Господа в этой молитве, чтобы Бог действительно нам открыл жажду к источнику воды живой, а не к талым снегам. Талая снега это временное, но Бог желает не временное, а вечное. Это то, что исходит изнутри тебя. Аллилуйя. Давайте помолимся к Господу.